приветствую вас на youtube канале процветок с вами ломонос петр владелец трех земельных участков сегодня пару теме которая как бы не однозначно воспринимается нашими дашниками это золотые правила приготовления компоста ну и как бы недооценивают компост хотя бы да компост это вроде бы искусственный материал который создается из остатков растений но не забывайте что в отличие от навоза компостов по своему химическому составу очень легко усваивается растениями потому что то что взято в россии растениями она опять возвращается в почву те же и макро и микроэлементы они опять свернутся так как правильно приготовить компост что необходимо помнить ну существует несколько технологий существуют разные мы все их можно свести к двум направлениям компост который готовится медленно течение года полутора вот есть быстрый способ приготовления компоста ну начнем пожалуй с быстрого способа 6 компоста который нам надо использовать который легче всего быть на участке есть есть быстрый способ при древ false мы можем его и сделать вы компостный компост не то есть несколько ним компотировать юстианская стадки можно сделать на любом свободном нам не обязательно вот как у меня видите огорожено просто шифером кусок территории огорожен шифером и вот за эту ограду забрасываются органические остатки выплаты сорняки ботва к ботва корнеплодом все сюда ложится такой компостник который для быстрого приготовления у меня сделано на солнце а почему на солнце потому что солнце это очень мощный ускоритель созревания компоста поверьте что к осени от всей этой кучи у нас останется самая-самая верхушечка все остальное перегорит все превратится в плодородную почву черную плодородную почву которую же сразу можно будет вносить под растение теплую пору у нас я просто так приоткрывал саму эту кучу смотрел где-то за два месяца проходит полный процесс от разложения сорняков до того до того чтобы эти сорняки превратили в землю ну холодную пору замедляться но я говорю все равно тем не менее при этом в этом случае все равно концу лета остается самый верхний слой только не все остальное сразу же вносится под растение рассыпается где-то заделывается где-то эмульчируется все носится под почву ну есть можно ли ускорить еще быстрее сделать можно для это если ускоритель из такие ускорители что самые обыкновенные дрожжи пачка дрожжей 100 грамм 300 грамм сахара 10 литров воды все это растворяем и проливаем нашу такую кучу сорняками пролили процесс проходит за месяц за месяц уже наш все сгорает от растительного остатка не остается и следа также очень простой и доступный способ компостирования если плод же не очень позволяют черные мешки черные плотные мешки из-под мусора набиваем сорняками и завязываем но обязательно пробиваем дырки пробиваем дырки в этих мешках почему потому что любой компост готовится при доступе кислорода есть у нас нету доступа кислорода мы готовим не компост мы уже готовим силос наша масса просто-напросто сбраживается сгнивает у нас получаться силос а не компост а силос уже растение устраивается не так легко и быстро как компост запоминайте этот нюанс черные мешки ложим на солнце они нагреваются достаточно раз в неделю перевернуть через три недели их можно смело вытасать содержимое там уже черная земля который можно опять же использовать для наших растений то ли в виде подкормок то ли для мульчирования но некоторые как бы тоже сделаю большую ошибку наши дашники в чем что делают компостные кучи в тени ну что тень это хорошо в самой тени разложение компоста проходить будет очень медленно лучше делать получение как делать получение для этого можно высадить высокие растения посадили подсолнухи посадили кукурузу а за ними сделали компостную кучу уже создадим полутень потому что чем больше солнца чем больше доступ кислорода тем больше проходит компостирование ошибка в чем заключается что опять же копают ямы и в ямы складывают остатки так вот опять же вы получаете уже не компост вы получаете силос это опять же не очень здорово для ваших растений и причем брожение идет как способом гниения и почве остается то есть в этом материале который у вас будет сгнивать остается много болезньотворных микроорганизмов разные возбудитель болезни бактерии вредные все остаются жить поэтому не углубляем запомните лучше в землю не углубляемся лучше даже компостную кучу чтобы правильно приготовить компост поднять поднять над поверхностью почвы для этого просто-напросто на почву вы можете положить слой толстых веток положили толстые ветки и на эти ветки накладывайте потому что вот читаешь но и хаутера в интернете многие так советуют с деловым видом что вот надо потом эту капустную кучу чтобы быстро созревала одновременно набрать вилы переворачивать ну не забывайте что уже мы от тяжелого физического труда отвыкли это уже нам не нравится да это и трудоемко что перевернуть эту кучу эту тяжелую сырую массу перевернуть это очень тяжело лучше она пусть дозаривается сама 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 по себе вот доступ кислорода я жару вот такие ускорители ну есть конечно я отлично ускоритель потрапился еще не слажда есть продажа микробиологические ускорители как раньше был байкал так сразу же есть типа для компостирования опять же проливается наша компостная куча и опять остатки будет перегнивать но для того чтобы наша компостная куча приносила пользу необходимо помнить что можно ложить что нельзя ложить значит потому что компостная куча это не мусорная не помойка куда можно бросать любые материалы значит что недопустимо ложить компостную кучу где мы готовим органическое удобрение то есть питание для наших растений нельзя добавлять стекло должно быть должно Должно быть полиэтилена, не должно быть проволоки, не должно быть фарфора, битых черепков, линяные черепки. Нет, их нельзя закладывать в компостную кучу. Далее, чего еще очень опасно, многие берут отходы, краски выливают, шелочи, отходы, все льют в компостную кучу. Мол, это, это самое, все переработается. Оно-то переработается, но потом все это вы будете укушать вместе с тем, что будет расти на вашем участке. Вы будете всю ту отраву, сами употреблять пищу и, соответственно, получать целый букет заболеваний. Поэтому для таких вещей есть другие способы утилизации, а не компостная куча. Ну и еще очень простой пример расскажу, что еще ускорит созревание компоста, если вы там все правильно положили, правильные материалы. Да, и что забыл сказать, можно газеты добавлять, но газеты в компостную кучу добавляем только размоченные. В сухом виде не ложим, размачиваем газеты, хорошо намачиваем и ложим в компостную кучу. Можем порвать на части, и они как бы быстро тоже переработаются и станут доступны для питания растений. Есть бумага, это целлюлоза. Но, опять же, мелованная бумага, глянцевые журналы, они практически не размокают и не размываются. Поэтому их в компостную кучу мы ни в коем случае не добавляем, потому что мы так только навредим. И краски они смоются, и эти остатки будут нас водами перегнивать. Процесс утилизации пройдет очень долго. Далее, что еще может ускорить созревание компоста в компостной куче? Это удобрения. Особенно высококонцентрированные азотные, это, например, мочевина и калийные. Тоже хлоры стыкали, черноки стыкали. Они высокая концентрация. Значит, добавляем 100 грамм на 10 литров воды, и вот таким раствором мы проливаем. Нет удобрений, сделаем еще проще. Настой, есть, можно сделать настой из полыни. Берем бочку целую, там полыни, крапивы, хвоща, пижмы, любая с этих, даже от тех же дуванчиков. Зали, заливаем водой, сверху гнет. Появились первые признаки пены на поверхности, значит, все, раствор уже, который будет ускорять созревание компоста готов. Разбавляем наполовину, проливаем нашу компостную кучу. И вот у нас потом получится, используя все эти вот правила, закладки в компост, правила расположения компостной кучи, правила доступа кислорода, достаточно компостной кучи, освещенности. Мы получим прекрасную землю, которая хорошо подойдет для питания наших растений, поможет нам получать обильные и богатые урожаи. Тем более, что компостом почву нельзя переудобрить, испортить ее тоже нельзя. А урожай зато будет расти на глазах. Почва будет становиться более рыхлой, и урожаи будут великолепными. Удачи вам и серьезно отнестись к компостированию органических остатков. Ну и еще не забывайте, опять же, может быть, я повторюсь, это самое, что я так вот пропустил этот момент, что желательно, у нас бывают органические остатки, например, та же солома, это сухой материал, сено, сухой материал, вот, а сорняки, это сырой материал, выплаты. Поэтому, если мы будем чередовать наподобие торта коржи, как в торте расположены, сухой, мокрый, сухой, мокрый, сухой, мокрый, значит, наш компост будет, ну, более качественный, и тоже будет созревать гораздо быстрее. Удачи вам! Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь на него. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok